Арим Матвеевич, каково быть пенсионером? Ну, я бы сказал, что пенсионерам очень интересно быть, очень увлекательно, очень работы прибавилось, ну, потому что это объяснимо, что всем кажется, что пенсионер, он более свободен, и поэтому можно просить его читать лекции, проводить какие-то мероприятия, ну, я, конечно, стараюсь не отказываться по мере возможности всегда, и поэтому, в общем, работы ничуть не меньше, чем когда я был руководителем церкви. Но вы как-то участвуете в жизни церкви сейчас? Я, ну, официально я считаюсь как бы таким векарным епископом, помощником главного епископа, руководящего епископа Ивана Сергеевича, и поэтому мне выпала, ну, что ли, такая функция, очень, ну, достойная, продолжать контакты и углублять, и совершенствовать контакты с финской составляющей нашего партнерства церковного. А финская составляющая, она очень интересная, она очень обширна. В Финляндии пять больших движений пробуждения. Внутри церкви в течение последних 250 лет были примерно через каждые, там, 30-40-50 лет большие пробуждения. И в Финляндии вот эти пробуждения, их пять, они действуют очень активно, они, как бы, ну, если можно так сказать, обогащают церковную жизнь, привносят в нее элемент такой, ну, это иногда называется пиетизмом, пиетизмом такого благочестия, когда человек не просто относится к тому, что вот он крещен, он иногда ходит на службы, и этого достаточно. Выходит из церкви, и, в общем, как бы, и непонятно, он верующий или неверующий, он ведет себя достаточно так нейтрально. А пиетисты, то есть вот эти движения пробуждения, они, как бы, подчеркнуто и в быту стараются жить по заповедям Божьим, если так можно выразиться. Вот, поэтому мы поддерживаем отношения вот со всеми пятью этими движениями пробуждения. У них свои даже молитвенные дома, там свои, ну, образно говоря, свои церкви даже. И эти движения, они очень-очень активны. Это, собственно, ну, если можно так сказать, изюминка церкви. Вот. И, учитывая, что почти все эти движения пробуждения, они в том числе и такие по своим взглядам библейским или теологическим, они библейско-консервативные, то это еще сближает нас еще больше с этими движениями. Вот. И поэтому вот я, как владелец языка финского, имею возможность вот это общение как бы поддерживать и развивать и дальше. Потому что для нас очень важно. Мы, не скрою, что у нас даже часть наших священников, они живут в Финляндии, они граждане Финляндии, вот как раз из-за этих движений пробуждения, нами рукоположены, их даже не один и два, а их там 20-30 священников, которые нами рукоположены. И они живут в Финляндии и осуществляют такую миссионерскую помощь в нашей церкви, пока мы еще не имеем достаточно священства. Вот. Ну и, естественно, у нас есть больше ста сестринских приходов, то есть такие, ну, дружественные приходы, с которыми, допустим, в Колтушах, где я настоятельствую, у нас пять дружественных приходов в Финляндии, но это сестринские приходы, с которыми мы тоже регулярно встречаемся, совершаем какие-то общие мероприятия, вот, бываем пару раз в году в Финляндии, с хором ездим, проводим там богослужения по чину церкви Ингрии, и в том числе наших прихожан уже, ну, 30 тысяч наших бывших прихожан живет сегодня в Финляндии. И вы их не бросаете? Мы их не бросаем, мы стараемся с ними поддерживать отношения, и это тоже такой определенный ресурс церкви, учитывая, что мы сегодня еще находимся, ну, в таком состоянии созидания церкви, мы строим новые церкви, мы строим дома престарелых, мы вот новый корпус в Теологическом институте отстроили, да, уже почти отстроили. Я думаю, покажем его зрителям. И поэтому у нас очень большие, ну, что ли, затраты, которые, в которых мы тоже нуждаемся в помощниках, и это наш резерв, в том числе наши прихожане, которые живут в Финляндии. Сколько вы были в должности епископа? В конце 95-го года я был, значит, призван, буквально, можно сказать, в январе 96-го был рукоположен, и вот два года назад передал мраздые правления. То есть без малого 25 лет, 24 года. Ну, и до этого были в церкви, но просто не епископом. Ну, у нас в церкви мы как бы епископство открыли, или там образовали, создав устав, создав положение о церкви, сотворив эти два документа с 93-го года. А до этого мы, ну, до конца 91-го года мы, как отдельные приходы, мы принадлежали эстонской архиепископии. Эстонский архиепископ был нашим главным пастырем, вот, архипастырем. Но это было требование, опять же, властей. Это такое было строгое требование, что мы должны были быть причислены к какой-то епископии. Вот, и поскольку у нас своей тогда не было, то нас регистрировали в эстонскую церковь. Вот, с конца 91-го года мы стали свободными, поскольку Эстония отделилась от Советского Союза, от России, то мы буквально в первые же, ну, месяцы 92-го уже года создали устав, зарегистрировали его, и с 92-го года мы уже самостоятельная церковь, вот, но первый год мы жили без епископа, и только в 93-м году мы призвали епископа, поскольку у нас ни у кого не было опыта, что такое вообще епископство, как руководить церковью, как создать устав и положение церкви, и вообще все документы, необходимые для жизнедеятельности церкви, то мы призвали епископа из Финляндии, нашего хорошо нами, ну, знакомого для нас пастора, очень авторитетного, уже немолодого, который тоже вышел на пенсию в Финляндии, и мы его призвали, Лейну Хассинин, и он нам очень много помог, он как бы показал нам пример, как вести церковь, как ею руководить, как создать церковь в понимании демократического обустройства и управления, и все это мы как бы из его рук, можно сказать, переняли, и затем он три года был у нас епископом, он сказал, теперь вы вполне уже справитесь сами, и мне выпала честь быть избранным в епископы уже в конце 95-го года в приходе Токсова, в церкви Токсова прошло богослужение, и там эти выборы состоялись. Какие, вот в какое время все-таки было, ну, наиболее сложно, например, как это вот в советские времена, или вот какой-то период, начало становления, или сейчас, вот как вы это ощущаете? Ну, по-своему, сложные были советские времена, но они были, с одной стороны, сложными, с другой стороны, они были очень ясными, потому что в советское время было ясно, что если человек верующий, то он верующий по-настоящему, если он ходит еще в церковь, то он готов нести свой крест, что называется. Потом наступили вот 90-е годы, когда вроде как все хлынули в церковь, и было очень, как бы, не всегда понятно, какие мотивы двигали людьми. И людей было много, молодежь появилась, но очень разные, очень разные мотивы были, и очень часто мы, как бы, ну, сталкивались с таким, что вот вроде радуешься за то, что вот люди конфирмируются, проходит такое обучение церковное, принимают конфирмацию, их становятся членами церкви, и потом вдруг часть из них пропадает, их нигде не видно. То есть люди не всегда с такими, как бы, ясным пониманием приходили в церковь. Вот. Ну, это тоже, как бы, ну, право человека. Каждый человек в праве, так сказать, решать свою судьбу. Господь нас никого не неволит. Вот. И по-своему, конечно, 90-е годы, они были, наверное, ну, самыми интересными, если можно сказать, потому что это были годы, ну, такого безудержного созидания. То есть вообще практически не было никаких границ. Делай, что хочешь. Ну, в хорошем смысле, делай, что хочешь. Конечно, многие делали и в плохом смысле, что хочешь. Но вот для церкви было такое открытое поприще, что поле непаханное, что ли. Только-только впрягайся. И это самое. Конечно, была там и нищета, и бедность. Но, с другой стороны, весь мир откликнулся, как бы, на нашу просьбу о помощи. И поэтому вот в 90-е годы милостью Божьей было очень много создано. Создано. Вот. И до какого-то времени, ну, наверное, до 97-го года вообще, как бы, ну, такое понятие религиозной свободы, оно тоже было такое, что каждый приход, каждый верующий мог сам определять эту религиозную свободу, что называется. А потом в 97-м году приняли закон уже более такой строгий, более строгий, и нужно было перерегистрироваться под этот закон, и началось уже такое немножко регулирование церковной деятельности. Но тоже еще было достаточно свободно, достаточно так, ну, многое, многое разрешалось. Вот. И, уже настало время, когда каждый год какие-то новшества законодательные вводились, и становилось все более и более, я бы не сказал, труднее становилось, но требовалась уже такая юридическая подкованность, потому что уже нужно было все делать правильно, все делать по закону, мы даже вынуждены были нанять юриста, юриста для церкви, у которой ресурсов не очень хватало, это тоже было достаточно накладно, потому что юрист у нас получал зарплату больше, чем епископ, потому что, ну, иначе просто не найти было юриста. Вот. И настало время, когда стали все более и более ссылаться к законам, и поэтому любое даже строительство или что-то такое более-менее серьезное, обязательно нужно было сначала все законодательно закрепить, все законы учитывать, всякие там соглашения подписывать, и предпроектные всякие исследования проводить, эскизные проекты утверждать, и только потом уже приступать к таким конкретным работам по строительству. А что повлияло на становление лютеранства, российского лютеранства, на ваш взгляд, более всего, ну, в том виде, в котором оно стало существовать, и может быть, существует по сей день? Какие факторы? Ну, я думаю, что действовали несколько факторов. это то, что еще в начале 90-х годов жило поколение, очень немалое поколение, это буквально о сотнях тысяч верующих идет речь, жило поколение, которые прошли еще в молодости, были воспитаны в лютеранской церкви, несли в себе лютеранскую идентичность, и во многом это были такие пиетические общины, пиетические общины, это относится и к, условно говоря, немецким общинам, и, условно говоря, к финским общинам, которые вот в 90-е годы во многом нас как бы позиционировали, что есть немецкая общность и есть финская, ну, немножко шведская есть, немножко эстонской общности, латышская какая-то, есть небольшая общность и в Петербурге, и в Сибири, но все это как бы формировалось как несло в себе такую генетическую память о том, что они помнили какое было литеранство в 30-е годы и даже еще, может быть, в начале 40-х. Вот. Потом как бы очень важный важный как бы фактор был, что все-таки хоть немного, но было, были такие молодежные группы, которые находились внутри этой старой общности лютеранской. И вот молодежные группы, конечно, они были уже более такие открытые к миссионерству, потому что старые люди, естественно, они, для них был очень важный язык, какие-то старые традиции, какие-то воспоминания, как раньше это делалось. Вот. Но мы молодежью, мы как бы мы читали Писание и мы видели, что основная заповедь идите и сделайте все народы моими учениками. И все народы. И поэтому для нас как бы не было вопроса, что почему только финны, или почему только немцы, или почему только эстонцы, а тем более, что и семьи были перемешанные многие. И мы, конечно, начали активно развивать вот это миссионерское поприще. И как я уже сказал, что в 90-е годы оно было, ну, что называется, приветствовалось, или по крайней мере не запрещалось. И поэтому мы сразу как бы вспомнили, что у нас же хорошая как бы возможность. Мы знаем, что ну, допустим, мои родители были сосланы в Красноярский край. И они рассказывали, что там есть и родственники, там есть друзья, там есть... И мы поехали в Красноярский край. Вот представьте, приезжаем в Красноярск, по радио мы договорились по радио, объявили, что приехал лютеранский пастор по такому-то по такому-то адресу в клубе местном будет проводиться лютеранское общение, богослужение. Сто человек приехало. Сто человек приехало. Самая издалека приехала, за 500 километров на теплоходе приехала женщина, чтобы причаститься. И она в тот же день, буквально, там, мы ее причастили, и она говорит, все, я бегу, это самое, чтобы не опоздать на теплоход, потому что он уезжает обратно куда-то там, не помню, в Дудинку или куда-то. Я уже сейчас не... Одно объявление по радио, сто человек. одно объявление по радио, и сто человек приехало, пришло в клуб на лютеранское богослужение. Это 90-й год был это самое. И так почти везде. В Якутске, конечно, в Якутске поменьше, там, там, 30 человек собралось, куда-то поехали мы в Вологодскую область, в Чагоду, то же самое. Единственное, там у нас был просто знакомый человек, который просто обзвонил всех своих знакомых, попросил их, чтобы они своим знакомым передали, что в школе будет богослужение лютеранское, и полный класс был народу. Я не скажу, что 100 человек, но человек 70 точно, было в поселке Чагода. Но не поселок, конечно, это город, но выглядит как большой поселок Чагода. То есть у нас прекрасные как бы открылись возможности, поэтому в шутку называем, что Сталин был самый большой миссионер. Он рассыпал семена миссионерства по Сибири, там, поехали мы на Кольский полуостров, в Мурманске, то же самое. Я уже сейчас не вспомню, как мы там собирали, но, по-моему, там тоже знали пару человек, которые знали, что у них лютеранские корни, и попросили их организовать, и они позвонили, людей где-то тоже в газете напечатали объявление небольшое, что вот приезжают лютеранские миссионеры, и приглашаем тоже где-то в школе, в то время школы все были открыты, то есть время было действительно благодатное. И у нас как бы буквально за несколько лет, в начале 90-х годов, мы создали приходы в Саранске, в Красноярске, в Иркутске, в Якутске, в Мурманске. По всем более-менее большим городам было достаточно только информацию выдать, то ли через местную газету, то ли через радио, и, что самое удивительное, все с удовольствием принимали эту информацию. Говорили, это же интересно, это же история, потому что все знали, что Сибирь это сплошные ссыльные, сплошные ссыльные, начиная там с царя Гороха и до Сталина, императора нового, это все были ссыльные. И поэтому такая благодатная как бы почва для миссионерства. Я даже единственное, вот, ну, как бы так немножко переживаю, что мы слишком мало сделали, можно было больше сделать. А почему существуют разные лютеранские церкви? Все-таки что влияет на то, что все стараются как-то держаться обособленно, что ли, не идут к единству? Ну, это уже чисто вот нужно как бы более детально изучать вопрос, потому что есть, ну, вот, время свободы, наверное, оно характерно тем, что всегда находятся люди, которые, ну, чем-то обижены, обижены чем-то, которые не всегда как бы понимают, что в церкви тоже есть определенная и структура, и дисциплина, ответственность, и нельзя делать вот все, что я захочу, все, что я захочу. И иногда приходится, ну, делать какие-то замечания, или сказать, что вот так делать нельзя в Литеранской церкви, потому что нельзя, или там это положение церкви оговаривается, или в Библии есть какие-то какие-то запреты на какие-то действия, и находясь в положении, когда вот внешние факторы не ограничивают, то люди очень легко делают как бы вывод, а, вы мне как бы запрещаете, да, вы вообще ничего не понимаете там в жизнедеятельности церкви, или там миссионерское служение, и хлопают дверью, и созывают вокруг себя там сначала двоих или троих, ну, и у всех такая ссылка, что вот в Писании написано, где двое или трое собрались во имя мое, там и я, вот, и ну, единственное, как бы время все равно расставляет все по местам, что если эти люди ну, пошли по принципу, что я всем докажу, что я был прав, то, как правило, это, ну, проходит 10 лет, там, может, 15 лет, и все потихоньку как бы начинает сыпаться, сыпаться, потому что, ну, по такому же принципу поступают его ближайшие соратники, вот, а церковь, она, она все-таки как бы, ну, Бог, он, есть Бог порядка, и поэтому как, как не хотелось бы нам жить без порядка в хаосе, но все-таки там, где порядок, там, где есть, с одной стороны, правильное управление, там, епископ, сенодальный совет, сенод, там, приходское управление, которое четко сформулировано и четко действует, и в то же время есть демократические институции, вот, допустим, там, мне исполнилось 67 лет, и в уставе нашей церкви сказано, что по достижению 67 лет, епископ выходит на пенсию, и вот уже за полгода до того, как это самое, очень многие, ну, по разным причинам говорили, что давайте это самое, ну, как бы, да, оставайся, потому что нам нравится твое руководство, так буквально говорили, и поэтому давайте хотя бы до 70 лет продлим, но мы пошли в Минюст, проконсультировались с ними, они сказали, да, так можно сделать, но это будет против закона, когда они так интересно сказали, что можно, но нельзя, вот, и мы это как бы приняли как руководство к действию, и стали готовить выборы, сначала было там шесть или семь претендентов на епископство, их всех зафиксировали, потом с ними пообщались, чтобы они как бы понимали, ну, что такое, осталось четыре самых таких надежных, что называют, называется, и вот между четырьмя провели один это раунд голосования, двое отсеялись, я хочу задать этот вопрос, но немножко позже, вот, давайте мы это зафиксируем, это просто, ну, в церкви должны быть действительно демократические тоже принципы, это относится к выборам настоятеля, что приход выбирает настоятеля, потому что как в нашем вероисповедании, и апостольском, и никейском говорится, что мы веруем в святую христианскую церковь, в общение святых, это означает, что церковь это не епископ, церковь это не пресвитер и не наставитель, это общение святых, то есть общение крещенных во имя Господа Иисуса Христа, вернее, во имя Тридиного Бога верующих, они есть истинная церковь. Думаете ли вы сегодня над возможностью все-таки объединения, лютерам? Мы как бы постоянно об этом думаем, и даже у нас были предложения по объединению, но объединение не может быть ради объединения, что давайте все забудем, обнимемся, простим и будем вместе. А куда девать женщин-пасторов? Куда девать, если у кого-то уже даже гомосексуалисты призваны на какие-то служения? Как к этому относиться? Для нас это очень серьезный вопрос, и поэтому мы не хотим никого не оскорблять, не обижать, поскольку все люди, и Бог желает, чтобы все люди спаслись. Но для того, чтобы человек спасся, он должен прийти к познанию истины. Так же записано, что Бог желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Поэтому познание истины является началом к переговорам о возможном слиянии, о возможном воссоединении. Потому что многие вещи можно простить людям, какие-то прегрешения, потому что мы все люди, и поэтому у каждого есть свои немощи и слабости. Но есть такие вероучительные моменты, которые очень сложно через них перепрыгнуть и сказать, ну, все хорошо, давайте объединяться. Андрей Матвеевич, вы имеете, я бы сказал, уникальный такой опыт управления, и не могли бы вы с молодыми служителями поделиться какими-то секретами? Один из таких секретов вы раскрыли, вы сказали, что нужно делегировать финансовые вопросы казначеев, церкви, оставаясь вне распоряжения деньгами. Это очень интересно, есть ли какие-то еще у вас такие советы, которые бы действительно позволили не ступить на грабли, на которые может быть кто-то или вы сами наступили? Ну, наверное, как бы следующий совет это вот чтить, почитать, уважать и ценить то, что церковь, я уже сказал, это не иерархи церкви, это не пасторы церкви, а церковь это общение святых. Вот как у апостола Петра сказано, что вы царственное священство. В книге Откровения говорится, что вы священники царя, вы священники царя. это относится к верующим людям. И когда мы начинаем вот эту суть понимать, что церковь это общение верующих людей, то мы понимаем, что я, будучи настоятелем, пастором, я должен все сделать, чтобы вот эти священники, царские священники, царственное священство, чтобы оно действительно было царственным священцем, чтобы они по возможности понимали и в Библии, понимали в догматике, понимали вероучение, понимали в спасении, понимали природу Христа, понимали триединство, чтобы они могли в том числе быть такими борцами за истину, в хорошем смысле борцами за истину, потому что очень часто в том числе в ветеранстве делается такая ошибка, что пастор это все и вся, он делает все, и только он имеет право делать все, и все остальные только послушные такие овцы, которые никакого мнения своего нет, ничего не понимают, и их держат даже в таком положении, что они ничего не должны, ничего не понимают, и поэтому такая церковь, конечно, она может существовать, даже может быть внешне выглядеть неплохо, но, как правило, такие церкви не растут. Если пастор возглавляет такую команду, миссионерскую команду, и приход становится миссионерским, то этот приход обречен сначала на небольшой рост, потом все больше и больше рост и укрепление, по крайней мере. То есть не закрепощать людей? Нет, нельзя. И вот это очень важно понимать, что это, собственно, и есть вот такая святая демократия, освященная демократия, которая голос народа, святого народа, который царственным священством назван, это и чем больше таких людей воспитывается в приходе, тем больше радость служения. Это тоже секрет. И тогда объявляем мы, что у нас орган сломался. И вдруг в течение месяца мы собрали 500 тысяч рублей на орган. Казалось бы, я знаю, что мы все нищие, но Господь творит чудеса. И самое большое чудо было, что мы в течение нескольких недель объявляли, что на орган собрали 100 тысяч, на орган собрали 150 тысяч, на орган собрали 250 тысяч. И одна сестра, молодая прихожанка, она все время своему папе рассказывала, что мы собрали уже 252 тысячи, мы собрали уже 258 тысяч. Папа устал и говорит, вот вам еще 200 тысяч, покупайте уже орган. Я слышал термин суверенная демократия, теперь буду знать, что есть еще святая. Скажите, вот сейчас как процессы, протекающие в финской церкви, я имею в виду процессы такие либерализации, влияют на взаимоотношения, вы же занимаетесь взаимоотношениями внешними, какие-то проблемы для церкви Ингрии в России это несет, сложности возникают? если так сказать как бы честно и открыто, то многие верующие, многие это даже не сотни, а тысячи верующих в Финляндии, спрашивают, вот когда я еще был епископом, у меня спрашивали, когда вы сделаете церковь в Финляндии? Люди как бы устали от этой либеральности, но я имею в виду верующие люди, конечно, есть люди, которым все как бы вот либералы, они всегда придумывают такие очень красивые ходы, вот они гуманизация многих таких этических моральных так сказать проблем, они придумали такую теорию, что есть две корзины, в одной корзине как бы Бог дает нам познавать ну такие незыблемые истины, это догматика, это учение церкви, и вторая корзина это этические все так сказать реалии жизни, и вот эти этические реалии, к ним относятся гомосексуализм, к ним относятся многие другие либеральные вещи, там эвтаназия и прочее, прочее, что аборты, что это все связано с культурой, с культурой, культура развивается, знания человеческие увеличиваются, и то, что вчера казалось невозможным, и вообще, они поворачивают таким образом, что то, что было в Древней Греции или в Древнем Риме, когда христианство начинало развиваться, то это совершалось в виде насилия мужчины над мужчиной, а теперь это равноправный союз мужчины и мужчиной, и поэтому это как бы развитие культуры, это развитие знания, это развитие науки, и вообще человек как бы рождается непонятно кем, он сам может это определить, и там доказывают, что якобы это ученые там пришли к выводу, что вот в общем всяческими методами пытаются запудрить так сказать разум верующих верующих и это к сожалению дает плоды, что многие начинают думать, что ну может быть действительно это ограниченность людей и такой вот чересчур фундаментальный фундаменталистский подход к писанию как бы ограничивает нас увидеть более широко, что любовь и все этические вопросы они меняются каждое поколение может по-своему рассматривать эту проблематику вот и мы все-таки видим здесь цельность если нам говорится уже начиная с Ветхого Завета что Бог создал мужчину и женщину назначил им быть вместе мужем и женой это такой Божья воля здесь что это не может быть привязано к культуре привязано к каким-то поколениям это воля Божья и более того там уже в книгах Моисея даже очень строгие наказания за такое превратное отношение к воле Божьей к заповедям Божьим ну и не говоря уже и о том что и сам Христос нам подчеркивает что в Евангелии от Матфея что да мужчину и женщину создал разве вы не знаете что мужчину и женщину создал Бог и и и и и поэтому тут никак не отвертеться а уже если мы там читаем послание то там просто это ну опять чуть ли не в таком же духе как как в книгах Моисея говорится о том что только так но вот это вот ваша позиция ну я имею ввиду библейская позиция она затруднила все-таки взаимоотношения сегодня как вы оцените она она не то чтобы затруднила я вот как бы вижу и чувствую что очень многие люди даже из либерального крыла они как бы соглашаются с нами но вот у нас даже здесь преподавал епископ пихкало преподавал он как раз ну такой хороший преподаватель и с большим опытом и доктор там теологических наук так сказать но вот он он соглашался с тем что да в библии ну есть такие положения которых вот мы как бы чтим их придерживаемся он соглашался что мы действительно правы в этом плане но он как бы в то же время говорил ну раз сенат церкви принял решение что женщин можно рукополагать то мы же не можем ломать церковь вопреки решению это решение церкви и поэтому вот этот момент учитывая мы на своем синоде приняли знаешь какое решение что только мужчина может быть пастором и это решение не может это решение не может оспариваться и не может голосоваться на синоде больше то есть после вас да не пришел он не может коснуться не могут даже этот вопрос выносить на обсуждение то есть мы в своем положении о церкви занесли такое положение что это непререкаемо почему вы уже говорили о том что выборы были и мы это знаем что это наверное были одни из самых демократичных выборов которые можно себе представить на территории Российской Федерации я имею ввиду выборы нового епископа и вы сказали что вы приняли решение даже несмотря на уговоры как бы все-таки провести выборы и уйти из должности епископа но вот вопрос возникает сейчас почему вы не стали вмешиваться и предлагать какого-то преемника да вот как это сейчас в обиходе принято что вот я считаю вот этот человек не стали никого рекомендовать в общем это было неожиданностью насколько мне известно и никто не знал какой будет результат этих выборов ну для меня скорее было неожиданным другой момент что одному другому кандидату на должность епископа как бы ну так в кулуарах потом я узнал что ему гарантировали что его выберут в епископы но его не выбрали выбрали и я со своей стороны как бы как бы понимаю что в любом случае ну выбрали епископом того кто как бы своей уже может быть не очень длинной но несколькими годами служения в церкви он как бы доказал свою ну способность что ли к руководству вопрос даже не в епископстве а к руководству что у него было видение у него уже практические навыки были были к этому и поэтому для меня как-то было естественно что именно правильный выбор сделали я не могу конечно и скрывать что это как бы наш воспитанник нашего прихода колтужского прихода вот но это только как бы подтверждает что я я знал его способности и поэтому я был спокоен что ну примерно как бы предвидел какой будет результат единственное ну я боялся что некоторые ну такие достойные кандидаты они отказывались в какой-то уже момент когда приближалось время выборов они говорили нет я я не 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 участвую снимали кандидатуру но это тоже право право человека вот но вот Иван Сергеевич как мне показалось к этому серьезно отнесся и ну взял этот крест на себя а выборы сделали сделали ну у нас это и пасторы и члены синода так сказать решают этот вопрос поэтому поэтому очень демократично ну и может быть в конце такой может быть такой личный вопрос ну хотя вот мы сейчас находимся в колдушах здесь проходят семена для пасторей и их супруг вот какую роль ваша супруга играет в вашем служении ну я должен сказать что ну Бог подарил мне супругу очень надежную вот с другой стороны она из тех наверное людей которые осмеливаются мне сказать правду потому что ну не секрет наверное что авторитет авторитет епископа он имеет и такую немножко такую ну как бы теневую сторону что авторитет может может уже в какой-то момент начинает давить на людей что люди уже не осмеливаются как-то открыто сказать что-то там что называется в лицо в лицо вот ну и еще из-за возраста что уже там седая борода седые волосы то люди стараются не 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 обидеть а жена мне супруга мне очень часто говорила в лицо что ну вот вопрос на самом деле вот так обстоит обстоит поэтому в неком смысле она была ну зеркалом что ли мне чтобы совестью да совестью зеркалом чтобы увидеть в том числе свои какие-то слабости вот это интервью записали на канал для канала взгляд с небесной может быть какие-то у вас есть пожелания то есть это будет ну для широкого круга людей верующих ну я вот пожелал бы всем слушателям даже если вам кажется что что в церкви но все не так как как пел Высоцкий в церкви тоже все не так все не так ребята но все равно найти обязательно себе по душе церковь потому что церковь это такая духовная семья как у нас есть семья по жизни у нас может быть семья там состоящая из более широкого понимания там из друзей но обязательно нужна церковь потому что рано или поздно вы столкнетесь с тем что вы начинаете думать о вечности и без Бога жить легко но умирать без Бога очень трудно бывает тяжело вот но это не только что я хочу там сказать что вот там о смерти напугать людей смертью на самом деле жизнь вере это это возможность по-новому вообще на вещи смотреть это новая жизнь так само писание нам говорит что это это новая жизнь мы новое творение становимся когда мы обретаем веру обретаем церковь обретаем эту духовную семью это совершенно обновляется жизнь и поэтому я всем желаю найти вот эту духовную семью не обязательно ни в коем случае не хочу сказать что только в лютеранстве это пожалуйста вы можете поискать православие там не знаю в католичестве или или у аптистов или у пятидесятников но такую семью обязательно нужно найти потому что это совершенно другое другое отношение другие люди это новые люди спасибо за ваши ответы другое спасибо Продолжение следует...